Саран-саран, с вами Реран, и я сегодня хотела либо почитать ваши комментарии, либо рассказать вам про последние новости, которые сейчас происходят в мире кипоп, и я решила второе сделать. Первое, что хотелось бы отметить, это то, что Шайнята провели свой первый концерт в составе четырех человек, но, несмотря на все это, они очень просили поклонников, шалолов и вообще всех-всех-всех остальных считать, что в Шайне навсегда будет пять человек. Они говорили, ребята, говорили очень много трогательных вещей в адрес Джон Хьёна. Он смотрел на небо, это было все безумно, с одной стороны трогательно, с другой стороны печально, концерт был очень сложный, как для ребят, так, конечно же, и для поклонников. Во время выступления на сцене стоял пятый микрофон посрединке с розочкой, которая символизировала место, которое отведено Джон Хьёну. Это очень непростое время сейчас, естественно, компания не даст им отдыхать, морально восстанавливаться и все остальное, но, тем не менее, возможно, в какой-то степени это и выход. Может быть, им сейчас нужно активно с головой погрузиться в работу, для того, чтобы не поддаваться этим гнетущим мыслям, и верим, что впереди Шайня ждет только все самое светлое и все самое позитивное. Джей Хоуп, который недавно отметил свое день рождения, 18 февраля, о том, почему не вышло видео на канале на 18 февраля, к дню рождения Джей Хоупа, я писала под видео позапрошен, или зайдите лучше в сообщество канала, я там тоже это все писала. Так вот, Джей Хоуп в своей прямой трансляции на день рождения, где он общался с Армией... Где он общался с Армией и благодарил их за поздравления, его спросили опять за микстейп, и знаете, что он сказал, но, наверное, кто смотрел трансляции или новости, все знают. Он сказал, что в ближайшее время мы сможем увидеть его микстейп. Я не знаю, что он понимает под словом «ближайшее время» и все такое, но он сказал, что он над ним усердно работал весь прошлый год, и сейчас прям вот капец, как им занимается. Так что режим Хатико, у кого еще, если вдруг по какой-то причине не был активирован, вот, пора самое время активировать и начинать ждать. Лихя Ну! Замечательный зайка. Актер вот этих вот дарам я тут напишу, я их просто название уже не помню, не запоминаю я. В общем-то, этот зайка вызвался в Армию, и нам показали его новую стрижку-стайл. Он коротко-коротко-коротко-коротко так подстригся, но, знаете, меня, короче, позабавило, позабавили фотографии, где он собрал в кучу волосы, которые ему состригли, и сажал из них надпись, что там было написано. Я еще читала, что там было написано. Короче, там что-то было написано по-корейски, а по бокам было два сердечка из волос на полу, прикиньте. И у меня такие две мысли, с одной стороны, типа, «Чё это такое?» С другой стороны, «Боже, это так мило!» Короче, сидела, выпилась. И он, мне кажется, еще младше стал выглядеть с такой стрижкой. Почему? Я не знаю. Ладно, пожелаем ему хорошей службы. И говоря о службе, тоже уже все официально подтвердилось, известные блаб-бла по поводу Тэйяна и Джи Драгона из Биг Бен. Даже мальчики вот уже призовутся, по-моему, в конце этого месяца. Оба! И да, короче, напомню, что в Южной Корее служат два года. Будем их ждать. И вязать теплые носки, парням. Зачем носки вязать? Уже сейчас носки никто не вяжет. Говоря о YG Entertainment, они сказали, что теперь вот все. Будут они прям судебные иски подавать против тех, кто пишет плохие комментарии в адрес артистов их агентства. Ну, так, в принципе, поступали уже многие другие агентства. И чего YG так долго тянули? Но сейчас они наконец-то уже прям взялись за дело и зарегистрировали почту, по которой можно отправлять, стукачить, короче, на которую можно доносы делать. А если в интернете кто-то встречает какие-то злые комментарии, хейт и все остальное, короче, можно докладывать. Все. В YG, в принципе, раньше говорили, что они будут принимать меры, а вот сейчас, кажется, уже прям начали, да? Собрались начинать вот так. 101 объявили официальную дату своего предстоящего камбэка. Он будет Gold Age Beginners. Begins. Gold Age Begins. Мой английский вообще просто капец. Вот с этим Gold Age Begins они, мне кажется, еще где-то месяц назад выпустили тизер. Но тизеры у них такие не сильно были показательные, но какие-то они были немножко криповатые, и там были фоточки, какие-то надписи, что-то, короче, такое. The beginning of the end. It is the beginning of the golden age. Ну вот они, 19-го теперь марта, должны официально камбэкнуться практически через месяц еще. Поэтому тоже я жду каких-то еще других, других тизеров жду, красивых тизеров жду. Ну, в смысле, у тебя тоже были такие ничего, но я жду других тизеров. Пак Джихун выпустился из школы. Ура! Я публиковала фоточки у себя в группе во ВКонтакте. Если вдруг кого-то нет в группе во ВКонтакте, в моей... Че, ну, падает постоянно. То заходите, подписывайтесь, я вам всем там рада. Все. Переходим мы к Майло или Майло. Я не знаю, как правильно. Я буду говорить Майло. Хорошо? Майло. Майло. Буду говорить Майло. Окей. Так вот, что же произошло с Майло? Сейчас все новостные англоязычные, кореоязычные, русскоязычные, все остальные гип-поп-сайты, азиасайты, публикуют новость о том, что посыпался шквал обвинений и критики в адрес Майло, из Ромео. Его обвиняют в развращении несовершеннолетней. И также подтвердило официально агентство. Ну, то есть, не подтвердило официально. Она написала, что Майло сожалеет, и потом, короче, мы к этому вернемся. Но это прямо, по-моему, говорит, что все, пипец, подтвердили, значит, сознался. И ситуация, на самом деле, обидная. Знаете, короче, рассказываю по порядку, но дело в том, что я постараюсь объективно, но мое мнение субъективное, оно будет пихаться в мои слова, поэтому, наверное, очень объективно у меня не получится, но я постараюсь. Ситуация обстояла так. По-моему, там где-то 18-го числа, 17-18. Японская девочка, которой по японским меркам 20 лет, и она не является совершеннолетней по японским меркам. Ее зовут Хоноку. Так вот, она в своей инстасторе опубликовала скрины переписки с неким парнем. Сказала, что это переписка Смайла. Что там было в этой переписке? Я читала на разных источниках, разные переводы, и, знаете, везде оно чуть-чуть разнится, потому что я так понимаю, что там исковеркано, что на корейском, что на японском. Смешанная такая, смешанная переписка. Поэтому однозначно перевести нельзя, но, в принципе, где я сколько ни читала, приблизительно все вот таким образом выглядит. Они там переписывались, переписывались. Такой флирт, знаете, короче, такой больше детский, что ли. И она же там такая вся опочка-опочка. Я такая прям... Для меня это такое впервые, чтобы я общалась с кем-то вроде тебя. Вот, и тыры-пыры. Ну, в общем, что-то такое в таком плане, но это все очень там игриво так описывалось. И он сказал, что в следующий раз, когда он приедет в Японию, когда он один приедет, а не со всей этой толпой, то тогда они бы и могли с ней встретиться. Но она говорит, ой, я живу далеко, мне далеко ехать до аэропорта, до аэропорта, и поэтому, чтобы как бы приехать в аэропорт, мне придется остаться на ночь в отеле. А он ей говорит, вот берет и говорит такой, ааа, я когда приеду, давай в отеле вместе станемся. Вот, такое он ей сказал. Ну, потом еще там по переписке, когда они там друг друга хвалили, какие они это, все он сказал, ты тоже очень симпатичная, очень красивая, временами такая сексуальная, короче, вся такая няшка. Вот, собственно, вся переписка, вы понимаете, это идет флирт. Хорошо, сколько? Майло, он 96-го года рождения, ему только где-то лето будет 22, по нашим меркам. А ей, если по японским меркам, то ли ей 18, то ли 19, но там это несовершеннолетие. То есть разница не сильно большая, но для стран Азии это разница сильно большая. И он совершеннолетний, она нет, ну, короче, вы понимаете, да? То есть вот этот вот весь флирт и вот эти вот фразы Майло в отношении ее, мол, давай останемся вдвоем в отеле на ночь, и плюс ко всему ты такая сексуальная. Короче, трындец. Вот. Это я так сейчас так весело рассказываю. На самом деле, новость меня пипец как опечалила. И печали у меня несколько. Во-первых, что после того, как официальное заявление выпустили агентство о том, что Майло сожалеет, ну, в общем, вот как обычно, да, они там об этом говорят. И что в силу своей, как выразиться, и что в силу своей незрелости он позволил себе оступиться, в общем, в этой ситуации. И что он берет перерыв в работе. Вот так, опустое дело. Для Ромео последовало, целиком для всей группы последовало наказание. Теперь не будет никаких обновлений в социальных сетях. И что откладывается камбэк, ребят, короче, вы понимаете, вот в чем фишка? В том, что Майло, я не буду его выгораживать, если это нарушение, как бы, закона, да, провинился. Это раз. Во-вторых, уже сколько таких ситуаций было. Капец просто, сколько было. Ну, как можно было флиртовать с фанаткой? Конечно бы, я сомневаюсь, что он бы поехал там с ней куда-то в отель или еще что-то. Это просто был своего рода флир, знаете, способ такой повыпендриваться, что ли, я не знаю. Но, короче говоря, он это все писал не сильно-то знакомому человеку, фанатке еще и, вы понимаете, фанатке. Не хочу я там оскорблять эту как-либо девочку, ну, то есть негативно, в негативном свете ее показывать. Но, под вот этими вот постами, которые она опубликовала переписку, она написала, боже, я такая счастливая, я не могу поверить, уже не дождись того момента, когда он приедет и мы с ним проведем там эту ночь вместе. И как я могу судить такого человека, когда по ее поступку можно сказать, что она либо, ну, совсем, правда, ребенок, который берет и такую личную переписку с парнем, даже если он тебе нравится, ты берешь, выкладываешь. Естественно, это может подкосить полностью всю карьеру Майла, но все-таки, учитывая возраст, я не знаю, я склоняюсь больше ко второму варианту, что она осознанно хотела сделать пакость специально. И, исходя из этого, конечно же, я не буду ее защищать защищать и выгораживать как-либо. Обидно за остальных ребят, кстати, фан-базы, самые крупные, самые большие, самые такие, вот, по Ромео, многие закрылись, многие взяли перерыв. Фан-базы, посвященные конкретно этому участнику Майла, тоже перестали свою работу, они отказались, ну, то есть, они сказали, мы не будем поддерживать. Многие фанаты написали, что больше они посещать концерты Ромео не будут, что это позор и все такое. Каким образом этот скандал потом выльется в будущем, непонятно. Майла, знаете, с одной стороны, чем ты думал, с другой стороны, почему ты не думал об остальной группе, наказание получила вся группа и весь фэндом, это очень грустно и это очень печально. Вы можете делать по этому поводу свои выводы, я на все источники ссылки оставлю в описании, но на этой не очень позитивной ноте я закончу свое видео, но все равно скажу, что я вас очень люблю и всем. Саран-саран, с вами была Ари Ран. Пока-пока-пока.